Жалобы обратились к нам родители детей, занимающихся в спортивно-оздоровительном комплексе города Жесказгана. Их беспокоит дальнейшая судьба данного спортивного заведения. Комплекс данного эксплуатации в 2010 году. Источник финансирования – местный бюджет. Руководство данного учреждения не ответило на вопрос о точной сумме выделяемых денежных средств и является ли обузы сок для местного бюджета. Спортивное сооружение посещают 400 жесказганских мальчишек и девчонок. Они занимаются боксом, греко-римской, вольной борьбой, самбо, боевым самбо, карате, толст, малах, волейболом. Все это на бесплатной основе. Имеются в комплексе и платные услуги для желающих тудейству, тренажерный зал, а также занятия настольным теннисом. Налажена работа и с постояльцами дома престарелых и инвалидов, а также с лицами с ограниченными возможностями. 20 тренеров, среди них есть 1-2 высшие категории, пролагают все свои знания и опыт на воспитание подрастающего поколения. Благодаря чему же сказганские спортсмены неоднократно становились чемпионами и призерами различных соревнований, в том числе на международном уровне. Суть обращения родителей такова. Спортивно-оздоровительный комплекс выставлен на торги, то есть приватизацию. Это и возмущает инициативную группу. Для разъяснения ситуации к собравшимся с информацией обратилась руководитель отдела экономики и финансов Виктория Ставицкая. Она сообщила обо всех нюансах торгов, отметив при этом, что 22 ноября, затем 30 декабря прошлого года прошли первые и вторые торги. Первоначальная оценочная стоимость спортивно-оздоровительного комплекса – 61 миллион тенге. На очереди – третьи торги. Что ждет детей, бесплатно занимающихся спортом и ведущих не просто здоровый образ жизни, а прославляющих город Меди за его пределами? Вот что волнует родительскую общественность и наставников ребят. Родители намерены отстоять спортивно-оздоровительный комплекс. Он нужен нашим детям и внукам, говорят они. Я обращаюсь от имени всех детей и родителей. Этот спортивный комплекс народный. Он предназначен для будущего детей. И хотим, чтобы этот комплекс и дальше продолжал функционировать в этом же направлении и оказывал услуги бесплатно. Ребята, которые здесь занимаются, добиваются хороших результатов. К примеру, мой внук занял на одном из соревнований третье место. Это усилия тренеров. Комплекс хотят продать. Мы с этим не согласны. Он народный, наш. И все это ради будущего наших детей. С момента открытия спортивно-оздоровительного комплекса прошло практически 7 лет. За это время дети и тренерский состав добились колоссальных успехов. Какова дальнейшая судьба комплекса, вопрос остается открытым. Продолжение следует...